Короче, я иду и собираюсь ругаться и записывать ролик по пути, как делают влогеры. Лол. Кем я становлюсь? Приресела мне тут, короче. Поняла я, наконец-таки, от пролетевшей предъявы. В чем у нас проблемы со львами? Отлично. Ну, просто вкратце. Во-первых, люди понимают выгоду. Во-вторых, общественное мнение. Что, типа, так принято, так стереотипно. Если кто-то выбивается из толпы, наверное, он опасен и так далее. Третьих, очень-очень меня просто порадовало. Ну, значит, ты слабак, если ты не можешь. Отлично просто. И вот фиг, пойди объясни человеку, что ты сколько ты сделал. И вообще, как долго ты это делал. И сколько ты вообще работал. Чтобы доказать ему, что... Не от этого, не от лени, не от слабости у тебя результата нет. А потому что есть другие параметры, которые влияют. У меня просто, конечно, поражает такой подход. Отлично она или он. Вообще львы удивительные люди. Они могут забивать, отмалчиваться. Считать, что что-то не подходящим из ряда вон выходящим, не соответствующим нормальному порядку вещей, социальному. Но это же манипура, это огонь. Это выгода. Огненный знак. Это уже статистика, что люди, которые под зодиаком льва, так себя ведут. Раньше это не замечалось, потом стало замечаться, а потом уже я просто специально отмечала. Действительно ли это так уже бездна человека. Зодиак его. Не отмечая в характере очень странные черты. Я просто спрашивала, а ты кто? Я указывала, что он вот очень часто лев. Отлично просто. И самое интересное, что да, у них все работает. У них работает эта система. У них получается добиваться прав, денег. Ну, разными методами. Они готовы и к браткам идти. Они говорили об этом. Они готовы на всякие незаконные методы. И я, я чувствую, я не одна такая среди водолеев. Это не а добрых. Да, им нормально. Потом они будут молчать, просить, чтобы никто не говорил об их мнении. А вы мне скажите правду, что вы думаете обо мне. Кто я? Со всей неприглядностью ее. А то как же. Конечно, я не отрицаю проблем со своей львиной частью, с огненной. Мы элементом в себе. Иначе у меня не было проблем со зрением, с волей и вообще со всем. С земной волей. С какой-нибудь там наживой. Но это, извините, еще и родовая вещь. Самое главное, интересно, что есть львы, которые не отрицают этих вещей. Те кемистики там. Или верующие просто. Они понимают все это. Но они не видят конкретно простых взаимосвязей. Ну, не простых, конечно, скрытых или уловимых. Что могут быть взаимосвязи между состоянием человека и тем, как на него отвечает вселенная и реагирует. И даже вот после этого, я после этой заявы, я позвонила Скорпиону, поговорила с ним. Он мне что выдал? Его видение, интерпретация. Хорошие переводчики. Для львов и их эгоистичного подхода. Ну, достаточно эгоистичного. Позвонила и что? Сказала. Говорит, так и так. Он говорит, просто есть некоторые вещи, как кортизол. Он выделяется в клетке, если ты нервничаешь. И дела не идут. И это может быть на уровне не том, что ты общаешься с людьми не так. И не можешь кого-то уломать или подлезать. Система должна работать все равно. А вот на уровне как раз чуть ли не магии. То есть не исследованных. То есть он допускает существование не исследованных планов. Которые влияют на некий такой мост между... На создание этого моста между человеком и вселенной. И я пока не стану совершенно, не знаю, идеальным, наверное, существом. Я не смогу щелкнуть пальцами, чтобы все пошло так, как надо. Потому что, может быть, я удерживаю как раз-таки чужую карму в себе. Но, может быть, это надо до какого-то неопределенного момента. И почему никто не подумал, что в этом есть какое-то провидение, а именно милосердное свойство для воздуха, для сердца? А сердце — это элемент воздуха, а я — воздух. И вот просто люди не видят каких-то взаимосвязей, очень тонких, тонко настроенных между человеком и миром. Они судят, судят просто водные знаки, любые причем. Рыба, скорпион, рак. Очень часто видят эти взаимосвязи. Воздушные знаки, ну, в частности, водолей хорошо видят. И у весов своя проблема. Весы скатываются в наживу, в выгоду, в морализаторство. Близнецы также. Близнецы отрицают, часто нигилисты. Но я говорю по той следистике, которая известна на моем опыте. Не обязательно так все делают. И только не надо говорить мне, что да. Прям совсем это не влияет. Это то же самое, что соционика, что психософия, это не научно. Но в конце концов, пускай люди ли вы меня послушают и поймут. Вот они так судят. Почему они так судят? Почему другие люди так не судят? Почему я так никогда, мне не придет в голову так судить? Что кто-то слаб. Я поверю скорее, что просто провидения не было на это. Она мне начинает говорить, что я сильная, поэтому я добиваюсь, я могу. Она не знает, сколько я добивалась, сколько я ходила. Мы вместе ходили. И сколько вообще, вместо даже... Только моих действий было предпринято действий другими людьми. То есть, сколько людей там работало на правосудии. В частности, во всех историях беззакония учиненного системы и мне, что все должно было давно уже сработать. Извините. Проблема-то только в том, что сложились все самые неблагоприятные ситуации. Начиная от того, что все совпадало с тотальным переписыванием законов, все абсолютно. Как будто они под меня переписывались. Я так помню, одной девчонке Овну сообщила. Она говорит, да нет, это совпадение. Я говорю, ну совпадение такое на уровне вселенском таком. Прям вот ты делаешь что-то, и все против тебя идет. То есть, как будто испытание, только стрелец понял, что это испытание. Родной стрелец. Это у меня качество стрельца есть, я их понимаю. Вот простите львов, это вообще жесть. Меня льв один проклял. Он мне наставил порчу. Я понимаю, что кинул мне вызов, борись с этим, тогда станешь сильнее, смелее станешь львом. Ну да, я от вызовов не убегаю. Просто этой девочке бы кинуть все. Вот это, в нее, то, что в меня прилетало. Она говорит, я сильная, у меня столько было всяких проблем. Да не было здесь столько проблем. Потому что у воздуха еще и менталочка задействована. Испытания, которые даны водолею в эпоху водолея, это очевидно. Они будут сильнее. Да, конечно, вы можете гордиться, что вы своей волей и властью. Даже, может быть, со связями, деньгами смогли что-то. В этой системе. Кому нужна такая система, где нет совести? Она должна работать как по маслу. Чтобы виноватых сразу наказывали для воспитания. Естественно, никто, даже Господь Бог, не наказывает навечно. Это я сейчас открываю страшную тайну, да? Но у этой вселенной такое сознание, что оно стремится очистить от дерьма всех. Но при этом не без хороших пинков. И это не значит, что вы слабые, если вы не можете достичь того, чего достигают другие. Ей система дает, потому что, ну а что, пускай она поддерживает систему, пускай она будет против меня. А вот мне система не даст. Не только потому, что наблюдают, следят, потому что органы следят, потому что идеологические группировки следят за мной, в том числе, как за нестандартно мыслящим человеком. И как за активистом, как за, может быть, очень глубоко преданным какой-то духовной истине, да, человеком. Никто же не поверит, что действительно люди метили меня в своих мессий. И не только меня. Девочка это не поймет. Львы это не поймут, поэтому львы не будут думать, что Бадалей помешался. Или там, в частности, я, да. Близнец скажет, да все, это фигня, я только моральную сторону знаю и вообще будет отрицать. Все. То есть вот такие примеры я встречала, в частности. И никто не поймёт, что есть очень хорошие взаимосвязи, есть ещё очень хорошо продуманные взаимосвязи, даже просто чисто человеческим умом. Не какими-то вселенскими закономерностями. Родившимся, как мой товарищ Скопион скажет, из хаоса. Как он говорит, красиво сказал. Порядок рождается из хаоса, хаос рождается из порядка. Есть просто ещё очень продуманные ходы. Там кому-то заплатить, тут кого-то уговорить, чтобы... И вообще на уровне всех конгломераций большого глобального мира, связанного уже, со всеми ниточками, какие можно было только его связать, только нам это не докладывается, мы же быдло, правильно, мы же народ. Так вот, можно просто взять и договориться, что вот этому человеку вы не помогаете, поэтому вдруг внезапно по щелчку меняются законы, когда человек пишет аж в Европу, да, или куда-то там. Если бы он даже написал, ему бы не помогли, потому что запрещено помогать этому человеку. Масоны запретили, кто угодно запретил, понимаете? Потому что они думают, они психопаты, этим львам нужно понять, что это не я так думаю, что не я себя считаю избранной, что не я нарушаю справедливость и утверждаю, что я там избранная, а все остальные не имеют на это право, как считают львы, да. Все имеют право на то, чтобы быть избранными, да. Но это эти психопаты думают, что они нашли избранного. А избранный может даже в кавычках избранный, не знает что. Он просто по вселенским законам каким-то образом что-то там попал на что-то, и чему-то там соответствует. Какие-то там своими характеристиками в карте, опять же, которые не доказаны научно и никем не признаны. И она начинает мне гордиться, и вообще львы так делают, да, часто, своей волей. Или тем, что у них там все получается в социуме. Или тем, что надо оставить и признать, что ты не можешь. То есть у них так получается, либо ты побеждаешь, либо ты признаешь, что ты не можешь. И идешь на что, на какой-то мир? Ну, знаете, если так воины и викинги делали бы, или в спарте так делали бы, то мы бы никогда не запомнили легенды о героях. Извините, ребят. Куда это годится? Нет? Здесь для меня не сработает система. Воли и добивание не сработает. И я знала прекрасный их расчет, когда остановила все. Потому что мне поставили вилку, и поэтому сейчас я в состоянии слабого. Но мне уже давно понятно, что идти надо другим путем, более тонким. Что проблема кроется-то в идеологии. И что, в частности, в моем случае не какие-то... Кобели просто с дороги, как у нее, ко мне приставали. Высокие интеллектуалы, у которых есть разум и нет души. Слуги сатаны, короче говоря, если говорить поэтическим языком. Они продумали все, не организовали все. И они спали и видели, как не дать мне победить. Есть люди, которые говорят, что параллельно с моей судьбой происходит судьба вот этой всей земли. И они могут быть не так далеко от истины. Судя по тому, что я наблюдаю. Мне не стоит об этом говорить. Однако вот эти девочки Овны и Львы, они будут говорить, «Да ты что? Мы тоже избранные! Да мы-то какие сильные! Да мы-то какие вообще!» Ну и топить за православие, как обычно. Мальчики-Львы, они промолчат. И, может быть, мудрые мужчины и женщины-Львы тоже промолчат. И просто вздохнут, скажут, ну... И близнецы будут тебя считать тоже. Которые со Львами очень хорошо ладят. Просто так повелось. Они будут считать тебя... Душевно больным и ненормальным. Ну да, любой ученый, который берет свою исследователь неизведанное, он больной, естественно. Я пытаюсь в метафизике оставаться независимым исследователем. И использовать как данность, как ксиому. Какие-то вещи, которые не доказаны. Или были доказаны, но знания об этом утрачены. В частности, как авистийские всякие астрономические изыскания. Или те же самые, только по-индийски называемые джиотиш. Вот. Или другие вещи. И когда я говорю, что у меня есть опыт, это мой субъективный опыт, и фиг поймешь. И мне стоит показывать кипу документов. Да, действительно, показать все документы, которые были. Их огромный, там, архив. Они его, может, уже уничтожили все. Ну так и вот. Мне показывать, сколько я действительно боролась. И оно все равно не дало плодов. Для меня не дало плодов, это значит, эти сущности, они не являются вычищенными с тех мест, где их быть не должно, скажем так. То есть, там были плоды, на самом деле, я просто занижаю свои результаты, поэтому эти львы так думают. И другие люди. В частности, это девочка и другие. Я просто не считаю, что у меня есть результаты. Меня учили забывать прошлое и простираться вперед. Цитата такая из Деяния Апостолов есть. Потом зачем считать результатом что-либо. Особенно, если у тебя получается что-то на время. Ты даешь конусу, а потом система, она сатанинская, она берет и восстанавливает все это в правах. И что? То есть, на время ты это сделаешь, и что дальше? То есть, проблему нужно решать радикально. И она не понимает. Вообще, люди очень многие не понимают. Особенно. Всякие. Огненные знаки. Что? Есть интеллект, и это очень большой пласт, и он связан со всевидящим оком. Это же йога, мы же в это не верим. Правильно? Но провидение и интуиция, они связаны с мышлением и с телом мыслей. А у воздуха с этим все хорошо. И когда я поняла, что вовремя лучше остановиться, это не значит, что я не довожу дела до конца. Я же не смогу объяснить их вещи и закономерности на пальце. В конце концов, если сейчас не получилось до конца вас дать покармить тем, кто действительно это заслужил, это значит, что если работают закономерности, которые говорил мой товарищ Скорпион, значит, в тот момент, когда я стану действительно супер-любом, на самом деле, не только внутри, а и снаружи. А это зависит тупо от моей физики, в первую очередь. Вообще, мышление, эмоции зависит сильно. Ну и от преданности тоже, от того, а кому ты служишь. И, в общем, это два нисходящие и восходящие потоки в йоге. В общем, если быть кратким, в этот момент должны будут сработать зимосвязи в нос. Поэтому, пускай эти люди помолчат, они не понимают, сколько действительно было написано в лампе, можно на связь пройдена борьбы, и все равно это не сработало. Сработало на время, да, результат был временный. И я посмотрю на нее, когда она будет своим же таким же временным результатом, или хуже, гордится, какая она сильная, и не будет сгаланса. Извините, это евреи только. Они поднимаются, когда их все время скидывают. Вот они и поднимаются, они присутствуют в китле. Очень многие. Ну, иудеи, иудейская система. Извините, а люди... Есть разные, есть разный менталитет. У других народов менталитет другой. Кто-то будет разбираться до основания, радикально, и прежними путями не ходить. И если мне эта девочка лет пытается доказывать, что у нас работает рашкинская система, то нифига это неправильно, потому что она не работает, в принципе, от души и от совести совсем. Если смотреть по этим параметрам. Как она может работать, если идут и громят другой народ, и гордятся этим? Если криво-крикивают языческие воздухи. Как вообще что-то здесь может работать, если эти же девочки и другие представители огненных знаков готовы поступиться законам моральной совести, чтобы защитить себя? Ребят, кому это за такая защита? Не вспоминайте эту фразу. В принципе, вообще настроение, да, иудеи первого века. Они же очень сильно уламывали из душа, чтобы он повел восстание на Рим. Это очень хорошо, и в рок-потере видно, про которое про него снега. Я последнее время смотрела и посещала. Смешно. Этот Стимон Зилан поет, я с тобой, мы пойдем. Знаете, мне эта девочка написала, когда я сказала, что хотела бы какой-то силой повлиять на беззаконие в системе. Я имела виду духовность. Некую высшую силу, о которой пел Иисус. А проблема в конце, она это понимает буквально. Она будет бороться. Ну давай, Борис, на этом борьба с петрадыми мельницами. Мне это сказали в сне, причем в рыбке, даже умные львы мне сказали. Львы, которые считают так же, как меня, я вам лапу пожму просто. Просто перестаньте меня игнорить. И давайте уже, доверяйте, что это такое. И не надо уже смотреть на стереотипное мышление и на то, как думают все, и что они там про меня говорят. Все правильно происходит. Все правильно. Просто вот эта вот тема, когда Симон Зилан начинает набирать, ты покроешься на реке славой. И что в итоге? Конечно. Следующая остановка. Ну вот, и так же ко мне прилетает этот лев. Такой же лев, как Симон Зилан, который хочет властвовать, победить. Типичные, брутальные альфа, самцы и самки. И супергероики, лол любого континента, любой эпохи. Они прилетают и начинают говорить, мы с тобой, если ты поведешь в расстании на народ. Я говорю, господи, а давайте я еще найду себе Магдалину. Вот ежик будет моей Магдалины, он не против. Просто понимаете, да? Это какой-нибудь товарищ скверпион будет. А у него будет рядом лев, который тоже сделает выгоды и не может об этом сказать. И я это понимаю. И мне неловко, и тому неловко, и вообще. Но это смех и грех, да? Но так нельзя. А при прочих равных вообще есть, в целом и честно. Я запрошу всех львов сообщить мне о их настоящее отношение ко мне. Чего они ждут? Чего они выжидают? Почему они не зовут? Не делают со мной общие дела? Там мы с разными львами о чем-то разном договаривались. Ребят, сообщите, пожалуйста, честно. Не надо бояться, стесняться. Скажите прямо в лоб, мне. Человеку, который хочет слышать правду. Который о ней догадывается, но хочет ее слышать напрямую и честно. Что вы от меня ждете? Примирение с преступниками? Или признание каких-нибудь либеральных людей? Или просто пады за что-то? Не надо бояться. И не думайте, что у меня нет силы воли, если я не побеждаю сейчас. Слишком сильные силы задействованы. И кто это понимает, мало кто это понимает. Ну так.